Приветствую вас, и в общем и целом я, наверное, соглашусь с коллегами в том, что молодого человека, тем более 33 года, будет не так-то просто перевоспитать и переделать. Способ его как-то утихомирить, то есть, иначе говоря, вас остается перестать говорить, может быть только один, и этот способ, он заключается в том, чтобы человек работал с психоаналитиком. Потому что, видите ли, диалог, такой вот монолог, желание поболтать, желание болтать постоянно, это сублимирование энергии. То есть, как бы, человек, если он все время что-то делает, он все время дает звуки, значит, он или не может, или не хочет, или боится по какой-то причине оставаться в тишине. То есть, вот он ходит постоянно тишины, чем-то запомнит. Да, гиперактивность, это все, безусловно, есть, заботливость, это его ум, это, безусловно, очень хорошие качества, но его болтливость, если он болтает постоянно, а не просто любит поговорить, то это, конечно, следствие сублинации, и следствие, наверное, возможно, каких-то страхов с его стороны, следствие каких-то, вот, неприятных ситуаций, воспоминаний и так далее. И вы можете, ну, сначала, объяснить молодому человеку, что, мол, вот, так и так, ты мне нравишься, тебя очень уважаю, я хочу быть тобой, но при этом меня утомляет, что ты очень много говоришь. И вы можете выяснить у мужчины, вот он только с вами так много говорит, или он говорит много вообще со всеми людьми. Потому что если только с вами, то это он так пытается вас к себе привлечь. Он хочет, чтобы вы видели, какой он умный, какой он образованный, какой он эрудированный, какой он разносторонний, какой он активный и так далее. То есть, речь здесь выступает своего рода средством. И вот это средство, оно используется мужчиной, может быть, даже неосознанно. И если оно используется неосознанно, если это действительно средство, если он общается так только с вами, то он чего-то боится. И вот с этим страхом вам необходимо, как бы, точнее, даже не с этим страхом, а о его страхе, вот этом его страхе, вам нужно с ним поговорить. То есть, просто сказать, вот, почему ты так много разговариваешь, вот почему, почему. А, вот, ну, ты не устраиваешь, сам говорит, может быть, ты чего-то боишься, может быть, ты думаешь, что если ты, ну, замолчишь, я, например, от тебя уйду, или что-то еще. Вот, то есть, поговорить именно о мотивах, много разговаривать с человеком сами. Чтобы он вам объяснил, а чтобы он вам дал понять, что это не происходит. Если предположить, что это просто его, вот, ну, его такая черта, если предположить, что это его черта, просто вот, ну, такая, знаете, характеристика. То, что с характеристикой этой, конечно, ничего не поделать. Если это именно характеристика, если эта характеристика появилась свободно, то есть, если болтливость ничем не обусловлена, не является определенной защитной реакцией, то здесь вы дышите. Потому что, ну, человек 33 года, можно сказать, жив так, а вы надеетесь, что, вот, вы появились в его жизни, вы всего лишь месяц в его жизни и вы уже надеетесь на то, что сможете его как-то поменять. Поэтому, мягко говоря, наивно. Если у вас и получится его поменять, то только в течение нескольких лет, возле даже 5 лет. Или у вас получится его поменять, если он сейчас сам захочет поменяться, но будет ли он тогда собой. Потому что при работе с такими вот сублимирующими симптомами всегда ищется тот самый главный, беспервичный путь реализации влечений, который человек, который человек не может использовать. Ну, силу ряда причин. Вот, ну, бывают, да, в жизни бывают такие ситуации, что возникают сублимации. Мы не будем, не будем сейчас говорить о механизмах появления их. И если вот этот путь будет найден, и если убрать препятствия, чтобы человек пользовался этим путем, то вполне вероятность, что вся его гиперактивность, она сойдет на низ. И вопрос тогда заключается в другом, нужен ли будет вам человек изменившийся, поменявшийся и так далее. Поэтому вы как следует об этом подумайте, как следует об этом поразмышляйте. И если действительно хотите, чтобы мужчина говорил меньше, то его нужно направить к психологу. Вот. Для определения природы, вот, его болтливости. Потому что, вот, например, у меня болтливость – это средство. То есть я так работаю. Если ваш мужчина использует тоже свою болтливость как средство, тогда можно понять, средство для чего. Если это его черта личности, то тогда, безусловно, с этим ничего не подделывается. Только путем последовательного вашего поведения можно с этим что-то сделать. То есть показать мужчине неэффективность того, как он себя ведет. Можно немножечко с другой стороны про эти проблемы и спросить вас о том, почему вы раздражаетесь и устаете. Ну, то есть, да, я понимаю, что вы в своей семье привыкли к тому, что говорят коротко и по делу. Но вы можете просто закрывать уши, да, то есть отключать сознание, не слушать своего мужчину. И, по сути дела, тренироваться, реагировать только на определенных триггерах, на определенных ключи в монологе человека. То есть вот ключи – это определенные слова, которые представляют для вас какой-то интерес. А все остальное вы просто-напросто опускаете мимо ушей. И все. То есть можно тренироваться так. Для этого необходимо уметь думать о чем-то своем, для этого необходимо уметь концентрироваться на чем-то другом. Вот. И очень важно, конечно, определить, как мужчина относится к тому, что вы его не так уж сильно слушаете. И чтобы вы окончательно не вступили в положение, когда вы вообще его не слушаете, ни при каких условиях. Вообще не хочется сказать, что у каждого человека есть свои негативные стороны. И если ваш мужчина болтслив, ну, наверное, это не самая лучшая его сторона, которая могла бы быть. Особенность учетом всех его плюсов, поэтому расставаться вам ни в коем случае не буду советовать. Это глупо, это неуместно, непрофессионально. Вот. Просто пытайтесь подумать вот в этих направлениях. И какое-никакое из этих направлений вам ближе, вот в них и их попробуйте подумать, порассуждать, поразмышлять. И, возможно, вы к чему-то придете, и это поможет вам ситуацию разрешить. Ну, а если им потребуется помощь, то, пожалуйста, мы здесь на сайте всегда готовы вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если какие-то вопросы возникли, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!